Привет, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Это English Express для самостоятельного изучения английского языка. И сегодня мы разбираем матрицу номер 28 из курса британского английского для начинающих. Она перекликается с матрицей номер 7, с коротенькой такой, где мужчина рассказывает о том, как он хочет в тренажерку заниматься. И вот здесь тоже тренажерка. Поехали! I come here three times a week. Я прихожу сюда три раза в неделю. I come, я прихожу. Используется время present simple для действий, которые происходят в настоящем времени на регулярной основе. Какие-то повторяющиеся, может быть, действия, которые происходят каждый день, каждый час обычно, каждый месяц, часто, редко, всегда. I come here three times a week. Я прихожу сюда three, three times раза a week, в неделю. Time один раз. Ну, time это еще и время. Но если one time один раз. Three times три раза. A week, в неделю. I didn't come yesterday. Вчера я не приходил. I did not come. Это did not отрицательная форма вспомогательного глагола did, который используется в past simple, прошедшее время, действие, которое случилось в прошлом. Вчера, в прошлом году, в прошлом месяце, в 1915 году. Это действия, которые имели место. Событие закончилось. Прошло. Past simple. I did not come yesterday. Вчера я не приходил. Twenty minutes a time. Twenty. Двадцать. Minutes. Минут. Одна минута. One minute. Twenty minutes. Двадцать минут. Окончание с. A time. За раз. То есть, одно занятие двадцать минут у него занимает. I never enjoy it. Бедный. Мне это никогда не нравится. To enjoy something. Наслаждаться чем-то. А never никогда. И заметьте, когда в предложении есть never, то других отрицаний не нужно. По-русски мы скажем, мне никогда это не нравится. В русском языке два отрицания в предложении. Это нормально. В английском языке может быть только одно отрицание. I never enjoy it. Мне это никогда не доставляет удовольствия. В конце это имеется в виду тренировка, занятие. Это полезно для вас. Ну, it's good for you. Это вообще полезно в принципе в целом. That's what my doctor says. Так говорит мой доктор. That is. That это это. What. Что. My doctor. Мой доктор. Says. Говорит. To say. Говорить. I say. Present simple. В простом настоящем времени. I say. We. Мы. Say. They. Say. You. Say. Окончания никаких не нужно. Но в форме третьего лица, то есть он, она, оно, в единственном числе мы добавляем к глаголу окончания S. He says. She says. It says. The doctor says. I always start on the exercise bike. Я всегда начинаю на велотренажере. Bike. Это велосипед. Bicycle. Еще мы его называем. Exercise. Это упражнение, то есть это велосипед для тренировок, ну то есть велотренажер. И такая тренировка называется cycling. Если вы пойдете в спортклуб и в расписании будете искать тренировку групповую на велотренажерах, это будет называться cycling class. Then I jogged for ten minutes. Then. Потом. I jogged. Я бегаю. To jogged. Это бегать трусцой. На пробежке. Как вы бежите? Jogging. Это называется пробежка. А если run, это вы просто бежите. А jogging, это вы прям бегаете подолгу в небольшом темпе. For ten minutes. Но он десять минут делает кардиоразогрев. Ten minutes. Десять минут. I end always lift some weights. And in always. Всегда. Что он делает всегда? Lift. Lift это поднимать. Отсюда слово lift в здании. И в британском английском это будет как раз lift, а в американском elevator. To lift это поднимать some weights. Weight это вес. То есть гантели, какие-то гири. Weight множественное число. И я всегда делаю какую-то силовую тренировку. Lift some weights. I always have the same routine. У меня всегда одна и та же структура занятия. Рутин. Ну как в русском есть слово рутина. Только она у нас более отрицательный смысл имеет. То есть это что-то такое скучное и надоевшее. В английском такой отрицательной коннотации нет. Рутин это устоявшаяся ваша практика. На постоянной основе вы это делаете. Так вот у него одна и та же структура занятия все время. I always have the same routine. Then I have a shower. Потом я иду в душ. To have a shower. Принять душ. And I go to work. И я иду на работу. To go to work. Идти работать. Надеюсь вам эта матрица будет полезна. Отрабатывайте. Не ленитесь. Учите английский. Занимайтесь спортом. Берегите себя. Будьте здоровы. И увидимся в матрице номер 29. Очень скоро. С вами была ваша Оля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова